Она вас сбросила. Вы жили в машине, потому что негде было жить, потому что она вас лишила всего. Три года я боролась. Отобрала от коры. Конечно, но когда все переписала. Ничего себе! Все переписала на нее. Я Лариса Гузеева. Это Давай Поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Ирина, Оксана и Алла. А жених у нас Алексей. Здравствуйте. Рада вам. Проходите. Алексей. 47 лет. Был бесконечно предан своим женам, но каждый раз оставался преданным ими. Алексей получил образование агронома-селекционера. Был владельцем фирмы ландшафтного дизайна. Сейчас работает менеджером в крупной торговой компании. Профессионально ходит на лыжах, увлекается оригами, коллекционирует редкие монеты и помогает детским домам. Предупреждает, что не ест хлеб. Алексей не обратит внимания на алчную особу, которая материальное благополучие ставит выше духовных ценностей. Женится на приятной женщине, с которой можно поговорить по душам и не чувствовать себя одиноким. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Вы такой худырлик. Почему хлеб-то не едите? Не знаю. Ну, про хлеб не забудьте. Дело в том, что я с города, где находится фабрика елочных украшений. И вот это сделали специально для вас. Это мой фетиш, вы знаете, да, что я просто... Нет, это мне передали. Да на, пожалуйста. Скоро будет Новый год, поэтому... Вы знаете, что я... Это символ семейного счастья. Леша. Ручная работа. Короче, если хотите мне сделать приятное, дарите мне елочные игрушки. Елки, все, что связано с Новым годом, это мое все. Слушай, мне прям нравится. Молодец, вообще. Так оригинально подошел. Еще какие-то подарочки. Это все со своего огорода. Ты что, огурцы любишь? Или что это? Да, я все люблю. Давай огурчики. Да. Спасибо. Садись. Вот эти очень вкусные. Дай помидорчики тогда люблю больше. Да. Потому что здесь, кроме морковной бакуи, ничего больше нет. А тебе все самое прекрасное, Тамарочка. Хорошо выглядит. Очень. Мне нравится. Да? Ну, приятный. Ну, приятный. Очень приятный. Как в интернате оказались? Я с большой семьи. И родители всю жизнь прожили на Камчатке. И так как одна школа на весь район. Поэтому всех детей свозили в школу. И, естественно, добираться далеко. Возили на вертолетах, на собаках, на оленях. То есть вынуждены не потому, что пили, не потому, что неблагоположили. Нет, у меня очень хорошие родители. Я горжусь ими. Отец и мама ветераны войны. То есть вы поздний ребенок. Да. Я седьмой. Последний. Поскребыш. Да. А я в семье самая первая. У нас в семье семь человек, но я самая первая. Я училась в школе, где недалеко от школы был интернат. И интернатовские дети, они особенные. Их тоже не лишали их родители родительских прав. Но просто жили далеко. И на неделю их приводят. Да какой на неделю? Забирали там, может быть, их на каникулы. И то не всегда, не всех. Нам, конечно, было любопытно. Мы бегали. До сих пор я этот интернат вижу во сне. Бегали к ним просто в гости. Потому что это же так интересно. Заходишь, а в комнате там 50 кроватей. И казалось, что и в столовой какой-то запах особенный. Не то, что там дома. Ну, как-то нам нравилось. Но одно дело со стороны, а другое дело жить. Ну, у нас местные на самом деле только били. Потому что клеймо интернатовский, да? И ходили мы все одинаково одеты. И везде были печати, что одежду тебе выдали в интернате. Домой ездили только на каникулы. А никогда не пробовали бунтовать, не говорить, что я согласен научиться по-другому, но только чтобы жить дома? Нет? Ну, я считаю, что это сделали мои родители. А обсуждать своих родителей я не хочу. Это сейчас родители, дети, друзья. И обо всем можно говорить. Конечно, было время, когда старший приказал назывался. Видимо, так им было удобно. И что? И не доедали? Не досыпали? Всякое было. Школа, конечно, хорошая. Хорошо, что он знает, что школа-интернат. То есть я прошла тоже так же, как и он. Мы знаем цену, наверное, людским каким-то где-то более качеством. Так что с хлебом? Ну, я был в пятом классе, и как-то пришли в столовую, и у нас местная национальность коряки, ему не хватило кусочка хлеба. Одному мальчику, потому что вы схватили, как, ну, наверное, более сильные, более ловкие, и впереди стали последний кусок хлеба. Так было как-то чудно, что прибегали, и глаза сразу смотрели, в какой тарелке больше налито, и тянули все это к себе, и тут же уже другой рукой брали компот, надпевали. Где больше было налито? Сейчас вот это все вспоминаешь, и как-то вот странно. И вы схватили последний кусочек перед корякским мальчиком? Ну, практически так, и, в общем, тому не хватило, все случилось, трагедия. Мальчик повесился? Да, я после этого просто... А почему вы решили, Лешечка, родной мой, почему решили, что из-за кусочка хлеба, милый? Может быть, все наложилось? Может быть. Живете с этой виной? Ну, тогда мне просто вот так оно показалось, и поэтому вот я как-то... Дорогой мой. Ну, над его кроватью, его же ремнем. Понятно, что ребенок делает вывод, да? Я думаю, что вы не виноваты, потому что у вас были равные условия. Кто не успел, тот опоздал. Жизнь такая. Слабый подчиняется сильному, медлительный, шустрому. Умный подчиняет себе не очень умного. Такая жизнь. Леш, послушайте меня. Абсолютно вы ни в чем не виноваты. Такая была жизнь. Потому что если бы этот корякский мальчик перед вашим носом схватил последний кусок хлеба, вы этого бы не совершили, суицида. Значит, был целый комплекс каких-то проблем у этого мальчика, царство ему небесное. Да? Это была последняя капля. Вы не виноваты. Пожалуйста. Хорошо? Да. Спасибо вам. Какой кошмар. Так вот всю жизнь себя винить в этом, с этим вот жить, вообще, конечно, тяжело, да? Родной мой, поэтому я вам хочу сказать, попробуйте, ешьте хлеб и просто седайте хлеб, и думайте о себе и о том корякском мальчике. За двоих ешьте. Потому что каждый из нас проживает какое-то чувство вины в этой жизни, и это невыносимо. Ну, у нас, кстати, тоже с хлебушком было такое, что мы с девочками брали из столовой хлебушек тайно, потому что нас все равно проверяли тоже, обыскивали, чтобы мы из столовой ничего не выносили. Это нельзя было. И тайно принесешь где-нибудь кусочек, и засунешь его в батарею. Блин, Господи. Да, и он подсохнет, и мы грызли тихонечко его. Леш, но на этом череда бед в вашей жизни не закончилась. Это было только начало. Вы же женились по любви первый раз? Да. Дети родились? Нет. В браке? Я удочерил девочку, и как бы все было нормально. Скажите, пожалуйста, а почему своих детей не родили? Ну, так вот получилось, что мы с первой женой расписались, и потом попали в очень сильную аварию. У нас въехал пьяный полковник милиции на джипе. Нас прям буквально вырезали. И, конечно, очень пострадала моя жена. Мы на тот момент немного совсем прожили, там буквально, не знаю, может быть, месяца два. И потом она почти два года ездила на инвалидной коллекции. Смотрите, вы ее возили. Вы даже забросили свое лечение для того, чтобы жена не ходила на костылях, а чтобы была возможность видеть эту жизнь. Вы ее возили на коляске. Да. От этого у вас осталась хромота. Да. Конечно, он такой весь какой-то, не знаю, потерянный. Ну, в общем, там еще ее мама, конечно, очень повлияла на то, что... Хочется пожалеть его. У вас заболели родители, им нужно было помогать, правильно? Да, да. А жена что, отказалась? Я предложил поехать жить в деревню для того, чтобы... Ну, она отказалась. Она сказала, что не для меня, не для царских кровей? Ну, она и тоже такая, не особо таких прям царских кровей. Я понимаю, естественно. Но... Но пока вы ей помогали, все было хорошо, а когда потребовалась помощь... Она уже встала на ноги и уже... В общем, не получилось. Ничего не получилось. Я уехал к своим родителям и стал ухаживать за отцом. Она его поддержала. Она хотела быть поддержкой, а в результате им просто пользовались, получается. А вы, надо сказать, единственные, кто ухаживали за родителями? Да. Сначала ушел отец? Да. И мама переписала дом на вас? Нет, отец переписал дом на меня. Отец переписал, потому что вы единственный, кто, в общем-то, от кого он помощи дождался, из детей. Да, потому что отец... Божий вы человек, Леша. Собрал всех за столом, всех детей. У нас осталось, на самом деле, четверо только в живых. А что случилось с остальными? Две первые сестры умерли еще на Камчатке, потому что отец не довез их до врача, и они умерли у него на руках. Сначала одна, потом через два года вторая. Скажите, а что за надобность была жить там, где нет школы, где врач, не пойми, сколько до него ехать? Почему родители ради вас, семерых детей, не поменяли место жительства? Это только дело родителей. Мы не имеем права их осуждать. Конечно, имеете. И осуждать, и судить, и разбираться, почему они этого не сделали. Конечно, имеете. У нас тоже нет родителей. А мамы уже 10 лет. Я так думаю, что все дети потом, конечно, и своим отношением, наверное, и сказали, что вы были неправы, что вы так поступили. Конечно, они даже вас не смогли вместе, они вас даже, ну так сказать, перед уходом не могли вас не примирить с друг с другом, не сдружить. И это всегда виноват тот, кто старше. Виноваты родители всегда, дети никогда. Ну, если только они психически здоровы. Я думаю, братьям и сестре были основания на меня обижаться, потому что практически досталось все мне. У нас в семье 7 человек и вот 5 сестер, которые у меня есть. Мы не со всеми общаемся. Общаюсь только с двумя. Мои самые любимые. Оля, Марина. И когда вы нашли вторую жену, когда она появилась? Я встретил вторую свою супругу. У нее был сын от первого брака. Ну, опять взяли с детем. Да, у нас была замечательная семья. Она очень хорошая хозяйка. Не каждый такой скромный, да, вообще. Благородный. А, вот, да, наверное, благородный. Это очень благородный. А своих детей почему не родили в этом браке? Хотели немножко пожить для себя. Ну, потом у нее уже был свой ребенок. Один раз пришла ее подруга, которая рассказала нам такую историю, что на крыльцо родильного дома оставили спортивную сумку. С младенцем. С младенцем, да. И развернув, увидели, что там девочка. Там был написан ее вес, рост. И мы так посмотрели друг на друга, молчали. Ну, потом решились и спросили друг друга. Ночью не спали. Да. Каждый думал об этой девочке. Да. И потом мы решили взять ее. Мы ездили в больницу, возили туда памперсы. Вот он когда рассказывает, у него прям глаза наполняются слезами. Да. Ему вот прям хочется найти, наверное, такую вот женщину, чтобы вот у него все это вот он смог проговорить, выговорить. С чего вдруг жене в голову пришло вас, так сказать, подтолкнуть к тому, чтобы вы переписали и дом, на нее и квартиру? Вы молодой мужчина, здоровый. В общем, все переписал. А зачем? Вы не задали ей вопрос, а почему вы уходите, не собираетесь, вам лето, еще всего ничего? Мне уже этот вопрос задал весь мир. Да, и Роза очень любит мужчинам задавать этот вопрос. А что женщина получит через пять лет, если вдруг вы разведетесь? Меня всегда смущает это, потому что я думаю, а почему она должна что-то, за то, что она в семье получала такое же удовольствие, она такой же партнер, почему она должна что-то за это получить? На равных. Да, ну здесь ни о каком равенстве не идет речь. И вы все переписали, не задавшись вопросом, а, собственно, для чего? Мы прожили четыре года. Всего лишь. За эти четыре года я очень старался. Я держал скотину, ухаживал, у меня были и свиньи, и куры, и бычки, и козы, я ходил, доил коз. В общем, все, чтобы дом был хорошо? Да. Я тоже раньше держала. У меня были телятки, поросяток держала, куры были. Но сейчас тяжело. И вот когда вы переписали, успокоили ее, казалось бы, должны были прям зажить, и женщина выдохла, все, со словами, теперь, Леха, буду любить только тебя, я подстрахована, дети мои тоже. Так что давай расслабимся и заживем как люди. А она? Нет, она, я, наверное, сделал ошибку. Хватит себя казнить-то. Хватит. Какую? Вина была только моя. И просто такой я какой-то, что так, видимо, воспитан, что нет в доме, это мужская работа, это женская. Я помогал просто во всем. Я очень люблю гладить, это, видимо, с интерната. Ну, и старался там... И пастирушка, и готовка. В общем-то, ну, как бы... И дети. Да. И поэтому, видимо, не знаю. Нет, вы превратились в коврик, о который вытирали ноги и ваше семейство, и гости, и все. А потом коврик испачкался. Его постирали, повесили на балкон. Коврик простыл и умер. Не нужен был, не нужен был уже больше все, что могла. Я не имею права ничего говорить про нее плохого. Объясните, почему? Потому что она, не знаю, потому что вообще я просто хожу в храм, и... Это понятно, родной мой. Я не имею права вообще никого не обсуждая. Имеете права, конечно. Моя мама говорит, мы не судим, мы говорим правду. Он на всех хорошо говорит. Вот он правда никого не судит. Он верующий человек, Лен. Не суди сам, да? Она вас сбросила. Вы жили в машине, потому что негде было жить. Потому что она вас лишила всего. Три года я боролась. Отобрала от квартиры? Конечно, но когда все переписал, все переписал на нее. Вы три года боролись. И право, что собственник вы этого дома, вы отсудили. Естественно, что справедливо. Я даже участковый не мог заселить в дом, потому что я приходил к участковому и говорил, подождите, я здесь прописан в этом доме, это дом моих родителей. Ну, вселите меня. Меня никто не мог вселить. Все говорили, если она собственница, она имеет право. Как вы опровергли дарственное? Очень было тяжело. Это практически невозможно. Какой аргумент? Ну, наверное, когда очевидно все, что дом родителей, что как только он переписал на нее, сразу был развод. Тут явно же прошло, что факт мошенничества, корысть. Прошло, наверное, заседание 40, точно, судов. У меня были очень хорошие адвокаты, муж с женой. Дай бог им здоровья. Да, вот им действительно, дай бог здоровья. Трудно потом подниматься после предательства какого-то, доверять человеку. Да, впускать. Вы москвич? Нет, я в Подмосковье. Но сейчас в Подмосковье, да, все это дело происходило? Да, я так и вернулся в свой дом. И когда в МОСУ был суд, мы не верили до последнего с адвокатом. То есть в Камчатке родители ваши вернулись в Подмосковье? Да, они сами из Подмосковья, с этого города. А на Камчатке они что делали? Рожали детей? Да, мама закончила институт иностранных языков, но всю свою жизнь... На Камчатке они что делали? Кому они преподавали английский язык? Работала бухгалтером всю свою жизнь. Объясните, почему из Подмосковья нужно было уехать на Камчатку, рожать семерых детей, которых воспитывал интернат? А почему, когда здесь все было? Они сектанты? Нет, не было здесь ничего. И все, что заработали мои родители, только своими руками. И всего добивались своими руками. Нет, ну а зачем родители осуждать? Видишь, настолько... Ну а что? Не дает оценку? Так же и сложилось. И вот вы вернули то, что принадлежит вам. Да. Почему дом сгорел? Как вы считаете? Дознаватели сказали, что это... Поджарка. Что замкнула проводка. Вот именно тогда, когда дом вернулся к тому, к хозяину. Да, прям за два дня до заседания. Вы, конечно, божий человек, Алеша Карамазов, никого не обвиняете, ни папеньку с маменькой. Да? У меня достаточно сил, чтобы встать. Я не первый раз как бы встаю. С дочкой приемными поддерживаете отношения? Не дает встречаться. Ну, когда деньги нужны дочке, что проявляет? Я очень ее люблю. И я надеюсь, что когда она вырастет, я смогу ее... Нет, не сможете. Может быть. То же самое говорит адвокат. Я вам говорю, не сможете. Адвокат сказал, что не сможете? Да. Конечно, нет. Но ведь когда нужны деньги, они появляются приемные? И вы им помогаете? Да. Да. А можно посмотреть вообще, как он с колен-то встал? И как сейчас поживает? Что мы можем предложить-то нашим невестам? У нас вот есть. Добро пожаловать. Проходите в мои владения. Вот это кинозал. Летом я здесь вешаю проектор. Это мангал. Здесь мы жарим шашлык. Наши моти точно. Бассейн. Это самое главное, мне кажется. Это баня. Здесь после бани можно попить чай и искупаться в бассейне. Сейчас осень. Замерзла вода. А летом здесь красивый водопад. Субтитры создавал DimaTorzok Это мечта моей жизни. Я мечтала всю жизнь об аквариуме. Но у меня его никогда не было. Класс такой дом. Вообще. Вот это кабинет. Я занимаюсь энтомологией. Вот эту хвостоность с мака я привез из Индии. И так же я собираю вот такие корабли. Вот этот корабль я собирал несколько лет. Боже человек. Можно я вам пожму руку и обниму. Вы для меня абсолютный герой. Вот просто. Позвольте. Спасибо, Лариса. Просто вы настоящий герой, настоящий мужчина. Каких мало. Вот человек, который не спился. Нет злобы и обиды на весь мир. А уж те испытания, которые вам пришлось пережить, это хватило бы на 150 человек. Ну, конечно, досталась ему, да. Действительно, судьба вообще. Одно за другим. Вот это вообще... Хватит. Всего 47 лет. Все, уже закончилось. Теперь только сплошное счастье. Дорогой мой. Не факт. От всего сердца. Абсолютный факт. Эх, я замужем. Мой человек. Вы, я просто восторгаюсь. Вы, я в абсолютном восторге, в абсолютном восхищении. Скажите, а сейчас, когда и свой дом, и банька, и все, родня не желает воссоединиться? Честно. Мы очень часто встречаемся с сестрой, с братьями. Мы, к сожалению, встречаемся только на каких-то крупных мероприятиях. Скажите, племянников много? Много. Много, да? У меня очень много внуков. Вот смотрите, никакие они вам не внуки, они вам внучатые племянники. Вот слушайте меня, 47 лет, вообще ни о чем. Просто мне, послушайте, поверьте мне на слово. Я так уговорила одну звезду, не буду озвучивать кого. Я сказала, ты не имеешь права не родить своих собственных детей. Не имеешь права, потому что у тебя куча племянников. Ты безумно богат. Рожай своих. Вам еще жить сто лет, но вы даже себе представить не можете, на какое горе вы обрекаете своих племянников и внучатых племянников. Как они будут дербанить ваше состояние и все. Вы должны родить собственных детей, хотя бы одного. Хотите братика или сестренку? Да, хочу. Эдик, кого ты хочешь, Эдик? Я хочу сестренку. А ты? А я братика и сестренку. Ну и все. Значит, и братика, и сестренку родим. Вы не имеете права не оставить после себя продолжение вас прекрасного. То, что вы дадите своему ребенку, я в этом не сомневаюсь. То, что вы осчастливите своего ребенка. И ваш возраст вообще ни о чем сегодня. Я, может быть, первый раз буду настаивать на том, чтобы у вас была женщина детородного возраста, молодая и безбуйного прошлого. Хватит. На воспитывались чужих детей неблагодарных. На отдавали себя неблагодарным женщинам. Поэтому вам нужна практически идеальная молодая женщина, которая оценит. Потому что вы штучный, ценный экземпляр. У нас тоже штучная женщина. Идеальная, единственная. Больше таких нет. Хватит. Живите для себя, божий человек. Вы заслужили, вы выстрадали всю эту жизнь. Все. Я каждый раз на те же грабли. У меня вопросик. А вы, вот Лариса, вам все где-то родное. Ну уж, простите, я, как, как говорится, как налоговая. Все спрашиваю. Вы-то можете детей-то? Может быть, вот две жены было по состоянию здоровья бывает? А то мужчины все на женщину грешат, что, говорит, она виновата. А потом выясняют, что, извините, сперметазу это неактивные. У вас-то с этим все в порядке? А то, Лариса, агитирует вас за советскую власть, а может, по состоянию здоровья. Лучше тогда взять уже с детьми. Да все нормально. Просто, мне кажется, здоровья уже не хватит. Ага, ага. Вот, на чужих крячить хватит. Здоровья на своего нет. Глупости все это. И медицина все это. Вполне, вполне хватит. Вполне хватит. Дорогая, я тебя люблю. А вот брачный контракт. Я посмотрела, думаю, тёх-матёх, ничего себе тёх-матёх, вон, какую фазенду себе отгрохал. Как говорится, это... Будем брачный контракт? Будем? Ой, нет, просто никаких нервов с вами не хватит. Как не будем? Обязательно. Как об этом можно сказать человек, с которым ты собираешься? Просто языком говорите. Дорогая моя, я уже битый так, что давай сейчас поживём. По-моему, можете даже расписаться. Но по закону, всё, что сегодня принадлежит вам до брака, это должно принадлежать вам. И остаться в любом случае. С вами только по доброй воле. Нет, если когда общие дети родятся, это другой вопрос. Но на сегодняшний день, если она вдруг сбрыкнёт, с чем придёт, с тем пусть уходит. Но по завещанию можете ей оставить. И что? Если вам, как говорится, совестно, мне не совестно. Правильно, Роза. Если что нарисуется, я вам быстренько и контрактик, и людей нужных вот таких умных. Правильно, Роза, в этом случае я сегодня, да, хватит уже. Да. Ну что, Роза, кого ты? Ну что, 40-47 лет, ну как бы, конечно, хорошо бы для радости. Уж не знаю насчёт детей, как говорится. Ну, хорошую, добрую, такую бессеребряницу, как вы. Вот и милуетесь друг с другом. Ей ничего не надо, вам ничего не надо. Хотя, в принципе, я смотрю, вам очень даже надо. Ну, а уж про брачный контракт тут не переживайте. Всё, вы свою карму отработали. Всё, что плохое должно было случиться, случилось. Поэтому молодая, живая, озорная, хохотушка, хозяюшка, милейшая, с лёгким характером, с нравом. Вот, знаете, есть такие. Вот ей хоть прям духи в глаза, а ей всё божья роса. Понимаете, вот лёгкую и подружка, чтобы вам была, и чтобы ваших друзей привечала, и чтобы ей всё это нравилось. Будем учиться улыбаться, а не имущество делить. Что скажешь? Хочу сказать, что, Алексей, вы хоть и скорпион, да, но Нептун с солнцем и луна в рыбах. Как Ксения Блаженная, понимаешь, всё отдала. И за любимым мужем, правда, ушла, так сказать, когда муж умер. Всё отдала. А она в туалет, как Ксения Блаженная? Она рыба. Рыба. Да. Склонна к жертвенности, вот такой же, понимаете, как рыба. Вот это состояние всех любить, жертвовать и помогать, оно внутри вас и живёт, правильно? Отсюда христианство, отсюда любви к ближнему, отсюда желание всем помочь, всё отдать. Но вас вытягивает именно живучесть скорпиона, понимаете? Именно протест к жизни в том, что нет, я не умру, я буду жить и я буду работать. Потому что прекрасный Юпитер, прекрасный Марс, мужчина вы действительно рукастый, вот, и человек, который всегда готов работать до изнеможения. С руками человечества. С окровищем. С окровищем. С окровищем. Такова ваша жизнь и желание жизни. Хоронить вас должны собственные дети через сто лет, понимаете? И оплакивать вас должны. Вы должны после себя оставить. Хочу добавить, что женщина всё-таки нужна не молодая очень, как вот вы говорите. Ну не 20-летнюю, но 35-летнюю, которая может родить. Она должна быть зрелой, она должна быть зрелого возраста, потому что Алексею нравятся женщины авторитетные и хозяйственные. Правильно? Умные, авторитетные, хозяйственные. Ой, не повторяйте уже, хватит, сам всё сделаю. Слушай, я не могу, вообще прелесть. Ты таешь, да? Я прям таю, вообще просто таю. И мы таем, вау. Да. Идите, знакомьтесь с первой невестой. Удачи. Спасибо. Я не могу, я не хочу. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Хотела бы с вами познакомиться. Спасибо. И если разрешите меня, вас приобнять, потому что я тоже интернатовская. Ну я их так называю интернатовские, если можно. Здравствуйте ещё раз. Проходите. Спасибо. Ирина. Ирина. Сорок три года. Продавец в круглосуточном ларьке. Любит плавать в бассейне и ходить в кино. Гордится своими сыновьями. Мечтает открыть своё дело и съездить на море. Признаётся, что очень оранима. Предупреждает, что воспитывалась в интернате. Ради большой любви Ирина отказалась от собственной матери. но впоследствии поняла, какую страшную ошибку она совершила. Надеется, что Алексей поймет ее боль. Здравствуйте. Тоже с гостинцами, я смотрю, с каким-то. Для жениха, наверное. Нет, это для вас. Я поприветствовать хотела. Это торт. Сами? Да, я сама. Рукастые. А давайте жениху. Пусть он попробует, в конце концов, вам жить. Мы к вам в гости будем приезжать редко. Правильно? Огурчики, кстати, женихово. Мы уже попробовали. А посмотри, он заволопался. Она ему понравилась. Понравилась. Ириночка, вы воспитывались в интернате так же, как и Алексей. Да. Сколько у вас было детей? Пятеро маму было. Пятеро детей. Ребят, давайте так. А он не ест. Ребят, история такая же тяжелая, поэтому не мешай, не роза, не ты мне, не захихик. Давайте расскажем, потом будем обхихикиваться. Не понравился или не едите? Ну, еще рановато. Еще все спит. Хорошо. Мы поменяем все в его жизни. Будет кушать у нас и хлеб, и торты. Сладенькое. Буду ему пирожки готовить. У меня вообще классная пицца выходит. Что за надобность была при живой матери вас отдать в интернат? Ну, это мама, когда второй раз вышла замуж. То есть нас трое было от первого брака. И вас по очереди отдавали в интернат? Да, старший был брат первый. В интернате. В интернате. Потом вас. Потом я, потом младшую. Потом сестра, да? То есть, нет, брат. Брат. А мама вышла замуж, когда вам сколько было лет? Мне было три годика. И вот она старшеньких-то, ну как же, муж же, новые дети. И она старшеньких стала отдавать в интернат. Да. И в интернате не то, что было не сладкое. Было горше некуда, называется, да? Да, были у нас там. Издевались воспитатели. Попадала. Над беззащитными. Что они там делали с вами? Кошечка моя, хотите плакать? Плачьте, милая. Потому что, раз плачете, значит, живая, и все. Ой, а если я буду плакать, мне просто грим отругают. Тоже же через многое прошло. Вы жили в интернате маленькая, заступиться? Ну, брат заступался, если что-то. Ну. А одна особо злая воспитательница наказывала. Ну да. Что волосики на головочке накручивала? Зилаида Степановна. Нет, это у нас учительница. Она любила ставить гимн России. Ты должна была стоять по стойке, смирно. И если где-то лишний раз ты что-то сделал, там, или отвернулся, повернулся, наматывала волосы и вырывала. Даша, Сауди, боже мой. А пожаловаться некому? Маме не жаловались, не пробовали? Нет. Мне маму вообще было жалко. У нее сложно все тоже в жизни. Ну нет, послушайте. Ты родил детей, и пока ты в себе силы не чувствуешь, что ты можешь еще и новых детей поставить на ноги, ты заботишься о тех, которые уже есть дети. Понимаете? Вот, поэтому мы сейчас никого не выгораживаем. Я человек прямой, не очень люблю вот это подкаверное. Я буду, давайте, называть. Она не моя мама, я называю все ее своими именами. Нет, нет, зря, Ларис. Нет, у меня, по-моему, все равно была хорошая, очень женщина, добрая, правда. Очень. Просто сложились так ситуации, что... Не так ситуации, это она так сложила. Добрые женщины не отдают детей в интернат, вы меня простите, да. Ну да. И не по такой ситуации. В такой интернат, которым, извините, волосы вырывают. Да, вообще, ой, боже мой, какой ужас. А со стороны отчима какое было отношение к вам? Папа, я его называю папой, потому что с трех лет меня все-таки воспитывала. Ну были, да, где-то вот на проказничеем что-то, но попадало тоже. Ну, в большей степени маленький, когда проказничали. То есть... Никогда не говорила, ну давай как-то справимся, ну пусть детки с нами живут. Посмотри, какая Ирка приходит из интерната, бедная, напуганная и все. Давай пусть дома уж, господи боже мой, как-то выживем. Нет, с одной стороны, вы знаете, я даже не жалею. Послушайте, мы давайте в прелесть не будем впадать, потому что я начинаю раздражаться. Я не в прелесть. Никому не ставим оценок. Мы просто, вы знаете, как наследствие. Только факты. Все остальное сам каждый себе додумает. Ну, я думаю, что Алексею, конечно, жалко. Жалко ее. Ну, как бы душевный, потому что он душевный человек, ему, естественно, жалко. Ну, я думаю, что я больше подхожу. Давай по Жене вышли за свою большую любовь. Это мне было уже 26 лет. Но вы уже были с ребенком. Да. А ребенок от кого? Ну, этого человека сейчас уже нет в живых. Я на тот момент была молоденькая, наверное, но гордая. Я видела, когда мой молодой человек оказался... Не особо обрадовался известия о беременности? Нет, даже не это. Он оказался у подруги. Жить было где? Да, я у мамы. Меня мама поддержала как раз в тот момент, и я жила у мамы. С ребенком? Да. Встречаете свою самую большую любовь, как вам кажется, да? Да. Выходите за него замуж официально? Да. Она, конечно, хорошая женщина, я не буду... симпатичная. Но я подхожу больше. Вы жили счастливо до того момента, пока не родился общий ребенок. Да. И что стало происходить? Он стал сильно гулять, пить. А по отношению к вашему сыну? По отношению к моему сыну пришла как-то один раз свекровь утром. Саше, наверное, на тот момент было годика в пять. И она пожаловалась Суворову, что он балуется газом. Ну, я уже на тот момент беременная была. То есть я, правда, я не обратила внимания, то, что он соскочил и пошел, вышел как бы из комнаты. Я потом только слышу, когда у меня уже ребенок кричит. Он зажег газ и держал его руки. Да. Мальчик верещал, наверное, потому что это же нестерпимо. Это был единичный случай? Да. Нет, конечно, да? Нет. А с рождением общего ребенка, наверное, загнобил старшего уже совсем по любому поводу. А потом, чем дальше, тем больше он стал подниматься, так скажем, по работе. То есть он перестал бывать дома. Он потом, когда приходил, он и старшего, ой, младшего сына стал бить. А вас? Ну, нет. Мама врага, это же не один год, наверное, да, все это длилось, я так подозреваю. А что стало последней каплей? Я решила к нему на работу зайти. Я прихожу, его там на рабочем месте нет. Ну, в общем, я его нашла, там как подсобка была, его подчиненные там сидели. В общем, они были обкуренные. А он был с женщиной? А его застали с женщиной? Там была у него, да. На тот момент он завел себе там подружку. Легко вас отпустил? Нет, он избил меня очень сильно. С первой невестой у нас похожая история. А история с куриной ножкой, вот, что вас грызет по сей день, за что вы просили прощения у матери. Где вы жили на тот момент? Я жила с Суворовым, с мужем своим. И, то есть, я ему приготовила, оставила вот эту вот, будь она не ладно, эту ножку. Я когда ушла, приходила моя мама. Ну, в гости, естественно, мама приходила. И она не знала, что это я для него приготовила. То есть, я стала ругать, ругаться с мамой. И мне тоже сам муж сказал, что больше ноги твоей мамы здесь не было. Потому что она съела эти куриные ножки. Да? Ну, ситуация, ну, не ругаться, ну, можно сказать, мам, ну, в общем, ты без предупреждения приехала, я приготовила мужа. Ну, как-то нужно было меня спросить, ну, тебе нужно было меня спросить, ничего, вы перед матерью не виноваты. Потому что вы в своей жизни этих куриных ножек вообще не видели с детства, кроме унижения. Ничем вы перед матерью не виноваты. Да, вспылили, забудьте про эти ножки, никакого преступления не совершили. Ну, с мамой мы тоже, как бы, не близки. Ну, конечно, если встретимся, то мы поздороваемся, и, то есть, в разные стороны. Мать умерла? Да, мама умерла. Мамы нет. Царство небесное не корит себя, ни в чем вы не виноваты. Абсолютно. Это вам мать не додала, а не вы ей. Вот и все. Никого не надо осуждать, никого не надо ругать. Вы просто должны жить без этой жуткой вины. Вы воспитали прекрасных детей. У вас замечательная младшая сестра, которой вы, судя по всему, помогали и тянула вас. Да, вас зовут? А вы живете, да? Юлечка. Да, мы вместе живем. Да? А вот у меня вопрос. Вы живете, как я знаю, из вашей истории, на съемной квартире. Да, мы снимаем квартиру. А где мамина жилплощадь-то? Мамину жилплощадь я продала. Ну, хоть с пользой для дела. Да, естественно, у меня в моем городе, я из города Соликамска, там остался старший сын. То есть у него там семья, он женился. А то есть вы сына оставили? Да. Ирина, скажите, пожалуйста, а с братьями, с сестрами общаетесь? Хорошее у вас отношение? С сестрой? Да, ну мы созваниваемся. С братьями нет, да? Нет. У родителей одна задача. В тесноте, да не в обиде. Кусочек хлеба между всеми поделить. И самое важное, если вы рожаете много детей, их надо друг с другом сдружить обязательно. Им нужно с рождения говорить, как я. Веточка сама по себе ни о чем сломала. Вместе мы нас пять человек в семье. Мы кулак. Они это знают с рождения. Я Георгию говорю, что ближе, чем твоя сестра, у тебя женщины в жизни не будет. Вы, Василиса, Эдуард, не сворьтесь. Мы большая семья, мы должны жить дружно. Вам 43 года? Да. А вы слышали историю Алексея. Я считаю, самой большой несправедливостью, если у Алексея не будет своих детей. А вы как считаете? Чисто по-человечески? Нет, естественно, да. Потому что, конечно, такого завидного жениха для вас, истерзанной, столько прошедшей, это просто абсолютно санаторий-профилакторий. Но по-человечески, я считаю, что ему нужна женщина, которая ему сможет родить. Да, я согласна. Правда? А что сразу, да, согласна. И что, у тебя кусок изо рта вырывает? Она говорит, да, согласна. Нет, по большому счету. Продолжай дальше. А что не бьешься-то? Я согласна с тем, что если детей нет у человека, почему нет? Да, естественно, я согласна, что нужны свои дети. Так он раз из детдома хочет. Как ты к этому относишься? Почему нет? Вот! Вы хотите детдомовского? Да. Правильно я поняла? Я вообще не хочу никого. Алексей, захочешь. Детей захочешь. Лариса. И что? Нет, взять ребенка из детдома. Секундочку. Во-первых, вы себя не хороните через 10 лет. Вы ведете здоровый образ жизни. Потом я звезды попытаю Тамару, не светит ли вам скоро. За свои страдания неужели не хотите получить Божью благодать в виде ребенка? Видимо, я не успею. Молодец. Да, это правда. Тогда я тебя обниму. Это правда. Правильно. Здраво мыслить. Молодец. Понимаете, Лариса. Скажи, пожалуйста, а если вот твой сын, только сейчас не надо визжать и рассказывать, который живет, воспитывает чужих детей. А он никого не воспитывает? Тебя это ж не воспитывает, но тебя аж это на каждой программе вспоминаешь и подкидывает. А если он, вот так же скажет, как Алексей, почему у тебя двойные такие стандарты? Почему двойные стандарты? Значит, твоим нельзя детям. Твои дети должны жить в счастье, в благодетии, рожать себе внуком. Лешенька был бы моим сыночком, а мы с ним ровесники. Мы скоро дедушками с бабушками станем. Да, с каким он станет? Он не отец. Сынку-то всего 26, Лариса. Ну что сравнивать одно место с... Я просто все это прошел через себя. Я больше вас уговаривать не буду, пожалуйста. Будете воспитывать... Вы смотрите, Лариса, я приезжал с интерната. Мне хотелось поиграть со своими родителями. А им уже было не до этого. Но вы же другой родитель, и вы другой человек. Им был по 50. Вы другой... И что? Вы другой человек. Да, он реалист. Я с ним реально согласна, потому что детей надо рожать в молодости. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, семейная традиция, если такая есть, или семейная тайна. И скелет в шкафу. Семейная традиция. Ну, семейная традиция у нас встряпают пироги. По маминому рецепту. И я вот хотела, конечно, преподнести... С чем пироги? Это особый пирог. Это с капустой и с щукой. То есть, два вот этих вот несочетаемых, как кажется, людям... Наоборот. Они очень, правда, вкусные. У нас с папой был рыбак. И вот я бы хотела... Давай, я помогу. А у тебя что, желудок-то проснулся? Нет еще. Нет еще? Ладно, пусть он просыпается. Я хотела, кстати, попросить, попробовать вас. Я знаю, что вы хлебник не кушаете, но это... И видишь, прослежу, когда проснется. А вы приготовили какой-нибудь сюрприз? Покажете? Да. Можно вас? Я знаю, что вы очень умеете хорошо делать соленья, заготовки. Кстати, к сожалению, я не умею. Я хотела с вами... Откуда вы знаете, если вы еще не пробовали? А я вижу баночки, и я как бы... Так надо попробовать. Попробую. Я умею соленья делать. Я подхожу точно. Помидорчики, перчик. И я буду повторять за вами. У вас все равно так не получится. Я попробую. Все, помыть, естественно. Ну, это понятно. Хотя бы... И банки очень большие. Если семья большая, то можно... Он такой рукодельный. Он такой разный. Боже мой. Молодец. Вообще нужен сироп. Кипычок? А как он делается? Нужен маринад. Быстро подсуетиться. Все. И потом так переворачивается. Если она не течет, накрывает шубу. Хорошо. Спасибо. Все. Спасибо большое. Проходите в свою комнату. Вкусно. Еще как лучше. Не проснулся желудок? Моя мама такие же пироги, Ириночка, печет. Дай Бог вам счастье. Спасибо. Слушайте, на здоровье. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Кстати, Иришка очень даже ничего. Да. А вам как она? Андрей? Хорошая. Добрая. Плачет много. Кстати, он... Вблизи лучше. Как сказать? Ну, вообще, он добрый. Вам? Да, мне тоже понравилось. Ну, что смущает? Хотелось бы с высшим образованием. Понятно. А вам ее образование зачем? Потому что с человеком как-то нужно общаться. Человек говорит даже по-другому совсем. Учиться никогда не поздно. Да. Ты такую школу закончила. Вот именно, что тебе учиться уже... Прошла. Поэтому... Да. Ты отучилась. Получила высшее образование. Ириша, вы знаете, вы... Чего это прям так запросто отдаете? 43 года, еще... Ого. И чего, пускай мужчина это... Вы сексапильная такая. Слышишь? Пирожки вон какие печете. Так что вы не соглашайтесь прямо. А мне кажется, я его разочаровала тем, что я не умею делать заготовки. Ирина Рыба. Она очень хорошо понимает вашу внутреннюю суть, вашу душу. Ваши чувства, ваше желание помогать другим людям. Но все-таки она легкий человек в том смысле, что она очень быстро все прощает. Понимаете, вот есть у нее внутри вот это состояние родственного понимания, что ли. Вот. И даже какие-то негативные вещи она склонна прощать. И она скорее, несмотря, так сказать, на отсутствие высшего образования, может стать для вас той светлой женщиной, которая лишит вас ощущения одиночества. Которая, ну вот, всю жизнь она вас преследует как рок, Алексей. Тамара, а еще мне кажется, что когда один человек столько в жизни пережил, и второй пережил не меньше, это не нужно. Рядом должен быть человек, который ничего не пережил. Он будет только сострадать и удивляться, что как такое может быть в жизни возможно. И жалеть, и понимать, и помогать. Два с такими тяжелыми судьбами, это чересчур. Проходите, знакомьтесь со второй невестой. Нам бы эту виду бы убрали, да? Алексей, привет. Вы мне очень понравились. Я даже, можно сказать, вас любвлена. Ваши истории просто поражают. Я хочу, чтобы вы всегда улыбались со мной. Вот это вот для нашей сладкой жизни. Спасибо. Спасибо. Сегодня к нам пришли люди, чьи судьбы не вмещаются в формат одной программы. Потому что если их сжать или смонтировать, то это получится уже совершенно другие судьбы. Поэтому мы продолжим знакомиться с невестами завтра. И только завтра мы узнаем, кому пойдет Алексей. Оксаночка, что за преступление вы совершили по отношению к мужу? Убили, что ли, его? Ну, вы тоже такой с норовым. Это он так прикидывается тут. Да, да, вы не то, что прям, а то хлеб не ем, это от этого толстеет, это я не хочу набирать. То есть вы не такой уж прям элясь-масясь. Он меня видел с коляской, когда я ходила? Видел? Ну, проходил мимо, да, как бы не моё же, но я же так решила, что не моё. Не здоровался? Нет. А вам нравится, Алексей? Я разделась до трусиков. Толстая женщина, как одеяло зимой. Где ж ты ходил лет 20 назад? Я бы тебя, как Лариса любит, говорит, ухохотала бы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!